Рад приветствовать на канале Коинпост! Вы по-прежнему ходлите биткоин или вывели часть средств в другие криптовалюты, чтобы поймать иксы во время сезона альткоинов? А может быть, вы вообще зашли на все деньги именно в альты, причем многие из них малоизвестные и поэтому пока дешевые? Уверены, что и такие экстремалы есть на рынке криптовалют. Но независимо от того, сколько денег вы выделили на покупку альткоинов, у нас для вас не самая веселая новость. Говорят, что сезона альткоинов не будет, они уже не вырастут и постепенно биткоин буквально поглотит остальные криптовалюты. Именно такое мнение высказал трейдер и ведущий телепередач Макс Кайзер. Макс объясняет, что обещанный и долгожданный многими сезон альткоинов после роста биткоина уже не состоится по той причине, что все больше людей понимают настоящую ценность биткоина. В 2017 году на рынке было много новичков, они хотели экспериментировать и вкладывали в новые проекты. Но теперь все по-другому, теперь для большинства криптоинвесторов стало очевидным, что только биткоин – лучшее средство для сохранения ценности. Как видите, его объяснение кажется вполне логичным, но готовы ли его принять и согласиться? Мы тоже решили разобраться в этом вопросе, подробно разобрав аргументы за и против наступления сезона альткоинов. Но сначала проверьте наличие подписки на наш канал, подписывайтесь и пополняйте ряды наших постоянных зрителей. И также оставляйте комментарии и ставьте лайки. Мы начинаем! Какую картину на рынке криптовалюты мы видим прямо сейчас? В декабре 2018 года рынок нащупал собственное дно и после этого начал восстановление. С тех пор единственный актив, который отыграл больше половины падения, является именно биткоин. Альткоины тоже немного восстановились, но вот именно что немного. Давайте быстро прикинем цифры по топовым монетам. За эфир давали почти 1400 долларов, а сегодня его цена борется за 300 долларов. Исторический максимум цены лайткоина 375 долларов, а сегодня он стоит всего 120. И риппл, у которой есть целая армия верных фанатов, но все они не могут ничего поделать с ценой и если в декабре 2017 года она взлетела почти до 4 долларов, то сегодня стоимость XRP какие-то 40 центов. А теперь взглянем на биткоин. У него был максимум в 20 тысяч долларов и сейчас после целого года на медвежьем рынке биток отыграл больше половины и на момент записи этого ролика его стоимость выше 11 тысяч долларов. А теперь поставьте себя на место человека, который недавно пришел на рынок криптовалют. Куда он вложит деньги, когда увидит текущую ситуацию? А еще добавьте сюда, что именно у биткоина самая большая аудитория верных ходлеров. Первую криптовалюту вам много раз чаще вспоминают в различных СМИ и социальных сетях, и биткоин является самой распространенной криптовалютой в качестве средства платежа. На фондовом рынке есть такое понятие, как голубые фишки. Это акции компании, которые имеют самую высокую надежность, ликвидность и доходность. И на рынке криптовалют такой голубой фишкой является только биткоин. Поэтому неудивительно, что новые инвесторы сначала покупают его, и процент доминирования биткоина на рынке криптовалют продолжает расти. Кстати, кого интересуют акции, золото, фиатные валюты и инвестиции, рекомендуем подписаться на наш второй канал «Финансовая жемчужина». Ссылку оставим в описании. Еще одна проблема альткоинов заключается в том, что они остановились в своем развитии. И если я задел тебя этой фразой, и ты хочешь рассказать мне, какой медленный и дорогой блокчейн у биткоина, то подожди, пожалуйста, пару минут. Я сейчас объясню, что я имею в виду. На самом популярном обозревателе криптовалют CoinMarketUp сейчас отображается более 2300 монет. И процентов 95 из них ставили перед собой цель сделать платежи более быстрыми и дешевыми, чтобы их криптовалюта была удобнее в использовании, чем биткоин. И многие даже сделали, и у них есть блокчейн, есть токен, который пользователи могут передавать друг другу. Но что это изменило? Люди стали отказываться от биткоина, потому что кто-то изобрел более быструю криптовалюту? Конечно же нет, потому что кроме скорости обработки платежей, есть еще такие критерии, как доверие пользователей, ликвидность и безопасность. И вот по ним у биткоина нет равных на рынке. К тому же вопрос скорости транзакций уже практически закрыт за счет вспомогательной платежной сети Lightning Network. Другие альткоины сделали ставку на расширение возможностей блокчейна, речь идет о децентрализованных приложениях и смарт-контрактах. Идея в целом хорошая, но она, к сожалению, опередила свое время. Ethereum, EOS, Cardano, Tron и аналогичные платформы могут сколько угодно соревноваться между собой. Но для большинства людей на крипторынке они не более чем альткоины, которыми можно торговать на бирже, потому что нет массового спроса на децентрализованные приложения. Представьте, что Билл Гейтс изобрел операционную систему Windows раньше, чем появились персональные компьютеры. Как думаете, смог бы он заработать в таком случае свои миллиарды? Можно еще вспомнить анонимные криптовалюты, токенизацию реальных активов или тот же Ripple для банковской сферы. Мы, кстати, буквально вчера выпустили видео, где разобрали интервью технического директора Ripple Дэвида Шварца и там он рассказывал, что традиционная финансовая система не спешит принимать криптовалюты. То есть у них есть продукт в виде токена XRP, а вот массового спроса на него нет и каждое продвижение на финансовый рынок дается с большим трудом. Посмотреть этот ролик ты можешь по ссылке в описании. И несмотря на ту печальную картину мира, что мы нарисовали вам в этом видео, сезон альткоинов все-таки быть. Да, мы тоже умеем переобуваться в воздухе. И нет, на самом деле просто нужно копнуть еще чуть-чуть глубже и мы доберемся до самой сути. Мы не отказываемся от своих слов, что биткоин первая и самая лучшая криптовалюта и насчет проблем альткоинов мы не шутили. Более того, большинство из альтернативных криптовалют исчезнут полностью, потому что станут не нужны ни как технология, ни как токен для торговли на бирже. Но данная печальная участь постигнет не все альткоины и это можно утверждать практически со стопроцентной гарантией. Просто посмотрите по сторонам, у нас на планете нет единого государства, единственной высокотехнологичной компании или одной валюты на весь мир. Да, есть ведущие страны, компании и валюты, но нет единственной и биткоин точно так же уже никогда не будет единственной криптовалютой. Все ожидания сезона альткоинов прямо сейчас были связаны с тем, что биткоин вырос, а значит остальным монетам на рынке пора тоже идти вверх. Или вспомним трейдера да винчи, он выпустил новое видео, в котором обещает сезон альткоинов 100 икс по той причине, что рынок очень сильно упал и теперь ему надо развернуться и пойти резко вверх. Причем добавляет, что возможно это будет не прямо сейчас, а как-нибудь потом, но главное, что обязательно. Мы же видим ситуацию на рынке по-другому. Предыдущий сезон альткоинов был спровоцирован ту-зэмуном биткоина. На рынок массово приходили новые люди, одни действительно поверили в альткоины, другие просто решили поймать удачу за хвост и заработать больше на спекуляциях ценой. Но сейчас еще слишком рано для повторения подобного рыночного движения и это время является своего рода периодом естественного отбора для альткоинов. Сейчас они борются за то, чтобы доказать наличие доверия, ликвидности и безопасности, как у биткоина, и параллельно найти и занять свое место на этом рынке. И те, кто справятся с этим испытанием, тех ждет полет на Луну, а кто провалится, те будут стоить ровно ноль. Напиши в комментариях, какие криптовалюты останутся на рынке после того, как сосхамится большинство альткоинов. На кого готов поставить именно ты? А я пока напомню тебе, что в описании есть ссылка на наш второй канал «Финансовая жемчужина» и еще мы будем очень признательны, если ты поддержишь нашу команду подпиской и лайком. А на этом сегодня все, спасибо за просмотр! Канал о криптовалютах Коинпост. Подписывайся и просвещайся!